Сегодня я буду спидранить абсолютно рандомный предмет в Старде Валлей. Мы берем первую вкладку с 70 предметами в коллекциях и с помощью рандомайзера выбираем себе сегодняшнюю цель. 60. Считаем 60 предметов слева направо и останавливаемся на консервах. Получается, моя задача добыть консервы как можно скорее. На календаре первый день весны первого года, вы на том самом канале и я начинаю спидран. Для начала нужно разработать небольшой план. Чтобы получить консервы нам понадобится катка. Рецепт катки открывается на четвертом уровне фермерства. А для четвертого уровня фермерства нам нужно будет заспидранить 1300 единиц опыта. То есть собрать 163 пастернака. Я решил не выдумывать никаких схем с другими культурами, почему бы нам просто не купить 163 пастернака. Типа пастернак как раз растет меньше всех, 4 дня всего. Немного вычислений и выходит, что на покупку 163 семян понадобится 3260 золотых. Накопить такие деньги на рыбалке совсем не проблема. К тому же нам не понадобится прям ровно 163 пастернака. Первый 15 нам же дают сразу, поэтому и накопить нужно будет всего на 148 штук. Итак, геймплей пошел. День первый. Расчистка фермы. Расчистил на этот раз больше, чем я обычно чищу, ведь нам нужно будет как-то 148 пастернаков уместить все-таки. Энергии ушло много, на посадку пастернака не хватило. Ну а я без паники пошел в город. Походим по миру сейчас, 100% найдем какой-нибудь еды. Нормально. По пути зашел к пьеру, купил картошки. Да, не по плану, но это особо ничего не меняет. Просто меньше пастернака потом нужно будет купить и все, типа. Скушал лук-порей. Вскопал, все что нужно посадил. Осталось раздобыть энергии на полив. Благо мне повезло и на дикий хрен, и лук-батун заспавнился вообще идеально. И одуванчик еще. В общем, первый день был успешный. Все посажено, полито. Завтра будем ловить рыбку. День второй. Полив, сбор, продажа и удочка. Все, рыбачим весь день. Пока работает в вилле, мы ему эту рыбку продаем, а потом уже до ночи добиваем оставшуюся энергию. Заработал тысячу, не считая до этого рыбу, проданную в вилле. День третий. Дождь. Полив, естественно, не нужен. Бегу сразу на пляж и откапываю первый артефакт. Сдаю его в музей, чтобы получить денежную награду. И снова закидываю удочку. Теперь уже в городской реке. Вместе со всей другой рыбой также сумел поймать сома. А он пипец дорогой, чтобы вы понимали. Да-да. Продаю улов в вилле и... Опа! Уже три тысячи накопил. Как же было печально осознать потом, что сегодня среда. Пьер закрыт, а у Джоджа семена дороже. На нужное количество мне бы денег не хватило. Еще немного рыбалки, вскобка земли, чтобы энергия зря не пропадала. И спать. День четвертый. Полив и закупка пастернака на все деньги. Да, получается я еще и с запасом взял. А потом начался какой-то хардкор. Вскопанной земли конечно же не хватило. Энергия тоже почти на нуле. И в этот раз меня спас лук батун. Он почти до максимума поднял мне силы и я смог все засадить. Но это же еще полить нужно все. Погнал бомжевать, искать еду. Получилось очень даже неплохо. Раз вкусняха, два вкусняха, три, четыре. Ну последняя не факт, что вкусняха. Да и первые две тоже хрен блин. Еще в горы сгонял, там тоже куча всякого было. Вот тут вообще лук парей, который смотрите как энергию жестко бустит. Ну теперь я точно все полил. День пятый. Дождь. Как же это было прекрасно. Еще и первый пастернакушка созрел. Я решил как. Если мне удача дала такой шанс в виде дождливого дня, значит этот день надо потратить на подготовку. Во-первых, нужно нафармить материалов для крафтокатки. 50 древесины, 40 камня и 8 угля. С этим я разобрался сразу с утра. Во-вторых, чтобы завтра полить все это поле, мне энергии вряд ли хватит. Поэтому продаем пастернак пьеру, ловим немножко рыбы, в том числе и сома. Продаем их вилле и с кайфом закупаемся салатиком. Самым выгодным блюдом по цене и энергии. Пять штук на пару дней мне точно хватит. День шестой. Поливаем. Спим. Больше тут нечего говорить. День седьмой. Ворона. Но я напомню, у нас пастернак с запасом. Так что это не проблема. Собираем картошку, поливаем все последний раз и спим. День восьмой. Пастернак готов. Настал момент истины. Все-все-все-все-все собираем. И да, четвертый уровень наш. Даже с запасом. Сплю, повышаю уровни, зарабатываю денюжки с пастернака. И день девятый. Крафчу катку, кладу туда пастернак. Осталось проскипать еще два дня. В перерывах взять себе собачку. И на одиннадцатый день вечером забрать долгожданные консервы. Спидран консервов за одиннадцать дней получается. Звучит неплохо. Но я не отрицаю того факта, что это возможно, наверное, провернуть еще быстрее. Мало ли. Что ж, вы досмотрели до самого интересного. Ведь я еще не упомянул то, что эту новую рубрику можно назвать даже новым прохождением. Это работает следующим образом. В каждой новой серии я буду спидранить новый рандомный предмет в этом же сохранении. Таким образом у нас получится очень необычное прохождение, в котором постоянно будет происходить что-то непредсказуемое. Я уже отобрал еще три рандомных предмета с помощью рандомайзера и создал опрос на бусте. Какой из них спидранить следующим. Поэтому подписывайтесь на бусте всего за 25 рублей и определяйте судьбу следующей серии. Ну или как минимум лайк поставьте вместе с комментарием. Я буду рад и такой поддержке.